Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предоставляется лабораторная работа номер 6 по дисциплине электротехника. Тема данной лабораторной работы – последовательное соединение RLC элементов. Цель данной работы – провести анализ цепей, содержащей последовательное соединение RLC элементов, практически исследовать резонанс напряжений, изучить построение векторных диаграмм, общие сведения. Основной задачей при анализе цепи синусоидального тока является расчет тока по заданному напряжению на зажимах цепи и параметрам элементов цепи. К зажимам цепи последовательно соединенных RLC элементов прилагаем синусоидальное напряжение. У равняется У максимальная умноженная синусомега Т плюс Фи У. По замкнутой цепи протекает синусоидальный ток, как мы видим на рисунке. К зажимам цепи последовательно соединенных RLC элементов прилагаем синусоидальное напряжение. У равно максимальное напряжение синусомега Т плюс Фи У. По замкнутой цепи протекает синусоидальный ток, как говорилось выше. По второму закону Киргофа напишем уравнение электрического состояния цепи. То есть У равно УР, У плюс УЛ плюс УС, где УР равно ИР, УЛ, ЛДИ по ДТ, ИУС, у нас равняется единице, деленное на С, интеграл И по ДТ. То есть все это мгновенные значения напряжения. Тогда У будет равняться И на Р плюс ЛДИ по ДТ, плюс единица, деленное на С, интеграл И по ДТ. Уравнение. Данное уравнение является линейным, и его общий интеграл равен сумме частного решения заданного уравнения и решения соответствующего однородного уравнения при нулевом напряжении. Тогда решение будет иметь следующий вид. Удоверное значение тока будет равняться максимальное значение тока, умноженное на синус Омега И плюс Фи И. Таким образом, задача сводится к определению максимальной силы тока и Фи, где Фи у нас равняется разность потенциалов напряжения и силы тока. Проще и нагляднее задача решается с помощью векторной диаграммы, которая изображает синусоидальные функции с помощью комплексных чисел. Код построения векторной диаграммы следующий. Откладываем произвольно направляем вектор тока И. Затем относительно вектора тока И с учетом сдвига по фазе откладываем вектора напряжений на каждом элементе в соответствии с распоряжением их на схеме. Вектор УР совпадает по направлению с вектором тока. Вектор УН опережает по фазе вектор тока на И пополам, а вектор УС отстает от вектора И, наоборот, отстает на И пополам. Сумма векторов должна удовлетворять равенству. У равняется сумма УР плюс УР плюс УС. Из прямоугольного треугольника ОАВ по второму закону Киркоффа уравнение цепи будет иметь вид. Мы видим сумму, как говорилось выше. Где? Тут расписываем каждое напряжение. После постановки в уравнении мы имеем. Также у нас идет сумма всех напряжений. Применив закон, у нас можно определить полное сопределение цепи Z. Где XL минус XC равно X. Это реактивное сопределение цепи Z. R плюс JX у нас это алгебраическая форма полного комплексного сопротивления цепи. Показательная форма общего сопротивления. Где Z, R квадрат плюс X квадрат из-под корня. А Φ у нас равен арктангусу X, деленную на R. В зависимости от величины реактивного сопротивления, различают три режима. Первое. Если XL будет больше XC, то Z будет равняться R плюс JX минус... То есть, это у нас цепь активно-индуктивная. Далее, если XL меньше XC, то Z будет равняться, наоборот, R минус JX. Цепь активно-емкостная будет называться. И если XL будет равняться XC, то тогда у нас Z будет равняться R. Цепь называется активная. Теперь смотрим резонанс напряжения. Если XL равно XC, то ток цепи будет равняться. И напряжение, деленное на Z. Расписываем. Сопротивление общее. И вот равняться U, деленное на R. То есть цепи в данном случае имеет наименьшее сопротивление, как будто в цепи присутствует только активная нагрузка R. При этом напряжение на индуктивности и емкости U, L и C сдвинуты по фазе на P и полностью компенсируют друг друга. Вот, мы видим на рисунке. Напряжение, приложенное к цепи, равно напряжению на активном сопротивлении. И ток совпадает по фазе с напряжением. При этом напряжение на индуктивности и емкости может значительно превышать входное напряжение. Поэтому резонанс, получу название резонанса напряжений. Отношение U, L на U расписываем. Х, L на R. Омега, резонансная, ножная на L делим на R. О, резонансная, делим на R. У получаем. Называется у нас добротность контура. Она показывает, во сколько раз напряжение на индуктивном элементе превышает напряжение на входе схемы в полюсник. В радиотехнике добротность может доходить до 300 и более. Чем больше добротность, тем более острую форму имеют кривые тока и напряжение. Из условия омега и равняется единица омега, деленная на С. То есть индуктивное сопротивление равно емкостному сопротивлению. Следует, что резонанса напряжения может достичь, изменяя либо частоту приложенного напряжения, либо параметр цепи, например, емкость или индуктивность. Угловая частота омега резонансная, при которой наступает резонанс, называют резонанс угловой частотой. То есть омега резонансная равняется единице, деленное на корень за ЛЦ, под корнем, или единица, деленное на корень за ЛЦ. Лаборатория резонанса напряжения достигает при постоянной угловой частоте, при постоянной адаптивности, изменяя емкость, то есть С. Программа электроника позволяет наблюдать резонанс, меняя любой из перечисленных параметров. При резонансе напряжения можно отметить следующие моменты. Первый момент. Резонанс напряжения происходит при условии, что входное сопротивление является чисто активным. То есть Z равняется корень квадратный Р квадрат плюс ХЛ минус С равняется Р, то есть при равенстве индуктивного сопротивления и оксуну. Ток и напряжение совпадают в фазе. Второй момент. Резонанс зависит от ЛЦ и омега. А омега резонансная Л будет равняться единице омега резонанса, деленное на С. Или мы можем записать омега резонансная будет у нас равняться единица, деленная на корень за ЛЦ. Третий момент. Напряжение источника и падение напряжения на Р равны, тогда УЛ будет равняться УЦ. Соответственно, и ХЛ будет равняться УЛ, и И умноженное ХЦ равняется УЦ. А они находятся в противофазе и взаимно компенсируют друг друга. Содержание данной работы. Первый пункт. Мы должны добиться резонанса напряжения, изменяя следующие параметры. Первое. Угловую частоту мы меняем. Далее. Каденсатор, емкость, то есть и катушку индуктивности. Второе. Показать зависимость резонанса кривых токов и напряжения от изменяемых параметров. Третий пункт. По результатам пункта первого. Для каждого из изменяемых параметров построить векторные диаграммы для трех режимов. То есть до резонанса, при резонансе и после резонанса. И последний пункт. Мы на основании проведенного опыта должны сделать соответственные выводы. Далее. Указания по выполнению данной работы. Для исследования последовательно соединения R, L, C элементов соберем схему, представленную на рисунке 6.5. Вот, пожалуйста. Для снятия зависимости напряжение оставляем постоянно. Результаты в зависимости от изменяемых параметров заносят таблицы. Пожалуйста, результат для первого опыта, для второго и для третьего. Ход работы в Electroist Workbench. Выбираем из ряда пиктограммы нужные нам элементы, соединяем между собой и выставляем их номиналом. Вспоминаем первую, вторую лабораторную работу. Виртуальная модель эритической схемы для исследования последовательно соединения R, L, C элементов имеет следующий вид. Пожалуйста, вот увидим, мы собрали схему данную в Electroist Workbench. И до основания этого мы проводим опыт и все заносим это в табличке, все измерения. Вот. В конце, как обычно, у нас идут контрольные вопросы, на которые вы должны ответить. Первый вопрос. Как определить полное и комплекс полного сопротивления цепи с последовательным соединением R, L, C элементов? И чем они отличаются? Второе. Чему равно реактивное сопротивление цепи? Третье. Как рассчитать топ цепи с последовательным соединением R, L, C элементов? Без применения и на базе комплексных чисел. Что должно быть задано в качестве исходных данных? Пятое. Какой режим называют резонансным? При каких условиях он возникает? Почему резонансный режим в цепи с последовательным соединением R, L, C элементов называют резонансным напряжением, а не резонансным током? Может ли возникнуть резонансный режим при последовательном соединении резистора и конденсатора? Седьмой вопрос. Как определить по показаниям приборов наступление резонанса напряжений? Следующий вопрос. По какой причине напряжение на реальной катушке в активности в резонансном режиме превышает напряжение на конденсаторе? Девятый вопрос. С какой целью применяют векторные диаграммы? Десятый. Чем отличается векторная диаграмма в токах и напряжении от треугольника напряжения? И последний вопрос. Что означает коэффициент мощности цепи? Данная лабораторная работа закончена. Все оформляем, как положено, в отчет и отправляем мне в ВИС-Универ. Все, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok